Главный герой Нового Года уже прогревает свои сани, чтобы отправиться раздавать подарки. Мы тянуть не будем, мы подготовили подарок уже сегодня. Помощники Деда Мороза уже в студии. Певица, музыкант, актрис театра обско-угорских народов, солнце, общественный деятель Вера Кондратьева и певец, парикмахер, суперзвезда в сияюгры Самуэль Балар. Доброе утро! Доброе утро! Ребята, мы с вами хорошо знакомы с каждым по отдельности, но вас вместе мы видим впервые. Это фит года! Как вы встретились? Расскажите, как это произошло? На самом деле, как мы встретились? Я увидел Веру в интернете, в инстаграме. Подписался? Она была у Игоря Сиренко в студии, написала песню, да, Вера? Да, да. Я такой думал, боже, какой светлый, великолепный, талантливый человек, я хочу с ней познакомиться. И в итоге она... Да, я прихожу к нему в салон? Полгода, да, она пришла ко мне в салон, звонит мне, Мор Зинаида Федоровна, у вас спектакль, по-моему, был, да? Да, у нас была подготовка к спектаклю, и нужно было нашего одного актера покрасить в порядок, да, и меня назначили ответственной за это дело. И мне звонит Зинаида Федоровна в салон, говорит, мы хотим к вам в салон сделать милирование вот этому мальчику, актеру. А, говорит, его сопровождать будет Вера Кондратьева. Я говорю, в смысле Вера Кондратьева? Я полгода хочу с ней познакомиться. Вот, и приходит Вера, и я реально прибегаю к ней, как я тебя с текстом, да, встретил? Да. У нас, кстати, есть еще одна песня, которая называется «Шаг навстречу судьбе». Вот. Долго времени терял? Да. То есть, милирование вас, как говорится, и свело. Объединило. Ты согласилась сразу? Да, песня мне понравилась. Интересная песня. Ну вот что, главное, все-таки песня, вот ты, так, так, подожди, подожди. Нет, ну, знаете, тут... Сейчас я почитаю. Ну вы же в таких разных жанрах работаете, вот совершенно разные. Ну, вообще, да, многие меня знают, как исполнители, я больше этники, да, но, тем не менее, пою абсолютно разную музыку, и слушаю разную музыку, и нравится мне абсолютно разная музыка, поэтому это нормально. И особенно, когда классная песня, интересная, хорошая, и когда замечательный человек рядом, с которым ты в дуэте, да, можешь делиться творчеством с людьми, с зрителями, это здорово. Причем автор песни Игорь Сиренко, и он написал уже вторую песню. Да, который написал очень сильные стихи. У нас еще есть и другие песни, которые вследствие потом вы услышите. Мы встретились с песней «Шаг навстречу судьбе». Как бы мы ее спели, записали, клип готовится почти, есть уже. Но мы опередили события, Игорь написал нам новую песню под названием «Зима», которую мы сегодня увидим. То есть он прям под вас, он сидел, воял. Кстати, первая песня «Шаг навстречу судьбе». Он мне когда написал эту песню, и буквально через месяц я увидел Веру. Я сказал, я хочу дуэт, я хочу с ней дуэт. Вот, так получилось. Нас свел Игорь Сиренко. Вот она, сваха по всей Аюбре. Игорь, ну, ну, молодец. Все получилось, как задумывали изначально. Вот тот клип, который был у вас в голове, вот получилось его реализовать? В любом же случае, музыканты это дело одно, исполнители одно. У нас две версии этого клипа. В одной версии мы чуть-чуть там балуемся, да? Ругаемся. А там не ты была, Вера. Да, ругай ее. Это не с тобой. Мы ругаемся, она разбивает мою любимую игрушку. Я там крушу елку. Это была первая версия. Все, вера просто с другой стороны открывается, да? И взяли другую локацию. Мы как раз вот были в Москве, сделали доборы возле Кремля. Ага. Вот, я прилетаю на самолете. Ну, все по-другому. Встреча, история любви, история встречи двух людей, но тем не менее там тоже есть некие свои такие препятствия, но, наверное, это все больше у людей в голове, да, сидит. И на самом деле все возможно, нужно просто сделать этот шаг навстречу друг к другу. Так что я думаю, что все у нас получилось, все задуманное. Делали все своими силами, своими мыслями и творчеством. Ну, фитить сложно, вот так назову, фитить. Что это? Исполнять в дуэте. С Верой очень легко, открыто, душевно. Я, кстати, очень редко с кем. Вот в том-то, у Веры, это, наверное, большой опыт, да? На протяжении 10 лет я, вот, я очень такой вот, мне надо, чтобы я везде был один, чтобы был только я. А тут я говорю, Игорь, сделай так, чтобы в кадре больше было ее. Она такая шикарная. Ну, закончили на нем, понимаете? А на мне закончили? Да, Игорь, ты вновь. Постой, да, получается, с меня начали и на мне закончили? Понимаю. Да, все здорово. А вообще над саундом, над вокалом, над звучанием песни работал также с нами Игорь Сиренко. И вот именно с его видения, его подачи, эта песня прозвучала именно так. Ну, ты, вот, ты как так же музыкант. Он сказал, убирай свое. Изначально видел ее, да, но я вот спою ее вот так. Он говорит, нет, Вер, ну вот так. Да, вот именно так и было. А не обидно было? Да, и меня так же, да. Ну ты же с таким огромным опытом. То есть я теперь разговариваю на два тона ниже и пою на два тона ниже. То, как я раньше пел песни Ирины Аллегровой, я сейчас не могу. Все. 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 На два тона ниже. Закончилась эпоха. Это когда, да, это когда продал душу Сиренко. Все, понимаешь, он сначала свел, потом на два тона ниже голос опустил, понимаешь. Веря сказал, так, ты так не пой. И все его слушают. Но я иногда, иногда все-таки пою песни Ирины Аллегровой, стараюсь петь. Но это когда он не слышит. Когда он не слышит, в темноте. Да, так тихонечко. Когда он не видит, я слушаю. Да, да, ты понимаешь, и когда все, и все, и все расцветает. Все расцветает. Но мы, конечно же, сейчас все этот клип будем смотреть. Слушать, танцевать. Уже прям вот в стопроцентном варианте он уже вышел. Или сейчас у нас, ну, грубо говоря, премьера. Его никто не видел. Мы первые. Это первые. Когда мы... Мы позавчера только закончили монтаж. Вчера мы закончили монтаж, доделали и отправили. Так, но... У меня до сих пор руки трясутся. Вторая работа. Вторая ваша совместная работа. Да. Будут ли еще работы? Да, конечно, конечно. Конечно, у нас есть еще песни, есть задумки. Игорь Сиренко пишет. У него есть еще пленка. Почему не пришел? Потому что он пишет. Правильно. Он в работе, да. Понятно. Где Игорь? Все, я что-то вчера написал. Кстати, Игорю Сиренко помогал еще снимать клип Андрея Краснов. Да. Как обычно, наш друг, вот много клипов он снимал, помогал Игорю. Он готов. А этот клип, как называется? Мы, кстати, вот об этом-то и не сказали совсем. Зима. Песня, как, мы говорим-говорим, говорим-говорим. Зима. 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 Итак, клип «Зима». Да. Автор слов? Игорь Сиренко. Музыка? Игорь Сиренко. Поет? Диктатура Игорь Сиренко. Поет? Поет Вера Кондратьева и Самуэль Бала. И, кстати, клип тоже нам снял Игорь Сиренко. Игорь Сиренко. Ну, что же ты за человек-то, Игорь Сиренко. Но теперь... И свел нас с Верой тоже Игорь Сиренко. Соряя тоже Игорь Сиренко. А теперь, дорогие друзья, зрители программы «Семи до десяти». Вашему вниманию премьера клипа «Зима» Вера Кондратьева и Самуэль Бала. Пожалуйста. Игорь Сиренко. Останусь тобой. Игорь Сиренко. Вот уже зима стучится в двери Нам с тобой опять никто не верит Что тепло хранится в нашем сердце И никуда нам от него не деться Помню, ты всегда не мог согреться И тебе чего-то не хватало Я помню, мы могли с тобой заголеться И любви, но это было мало Тебя мне так мало этой зимой И ты как будто немой, чужой Но хочу остаться с тобой Пойми, я другой Но по-прежнему твой И это холодная зима Я останусь с тобой Останусь с тобой Субтитры сделал DimaTorzok Новый год уже стучится в двери И пришла пора нам снова верить В чудеса, которых не хватало Ведь тебе всегда их было мало Мало мне тебя, тебя мне мало Все, что ты мне дарил Все, что ты мне дарил, я поломала Хочу я загадать одно желание А ты исполнить его пообещание Тебя мне так мало этой зимой И ты как будто немой Чужой Но хочу остаться с тобой Пойми, я другой Но по-прежнему твой И этой холодной зимой Я останусь с тобой Останусь с тобой Субтитры сделал DimaTorzok